Стрельба из автоматов, крик заложницы, задержание террористов. За этим могли наблюдать пассажиры, пресекающие линию разграничения в пункте пропуска Гнутова. Тут прошли учения пограничников. Правоохранители отрабатывали тактику действий в случае возможного нападения террористов. Как это было, видел Александр Зыков. Такую картину могли наблюдать те, кто проезжал на выходных через пункт пропуска Гнутова. Здесь прошли учения пограничников, максимально приближенные к боевой обстановке. По легенде, со стороны неподконтрольной территории террористы провели агрессивную провокацию и атаковали пограничников. После того, как им было оказано сопротивление, террористы взяли в заложники женщину. Буквально за несколько минут зеленые береты спасли жертву и ликвидировали боевиков. Невольные свидетели учений с пониманием отнеслись к увиденному и рассказали, что в реальной жизни им приходилось переживать ситуации пострашнее. Стрельбу слышал, ну, в очередь с автоматом. Ну, так как служил в армии, я знаю, что это автомат стрелял. А что здесь было, даже не обратил на это внимания. Ну, стрельба и стрельба. Ну, у меня в двори снаряды рвались, а я кидал из горловки с келятами. Тогда дитинку покалечили, убили, а тогда было людям страшно. А это кино. Организаторы говорят, подобные учения пограничников проводят регулярно. В этот раз правоохранители показали мастерство высокого уровня. Пограничная служба сработала быстро, шансов у нас практически не было. Каждый раз мы пытаемся придумать разные легенды, чтобы люди не зацепили, не знаю, какие-то конкретные ситуации. То есть ситуации разные, соответственно, ситуация на линии встречи, она динамичная, она часто изменится. Учения с заложниками пограничники провели впервые. Планируют проводить подобные мероприятия и в будущем, чтобы в случае реальной опасности среагировать максимально быстро. Продолжение следует...